Здравствуйте! Это новости об Украине. В студии Дарья Вершилинка. Один военнослужащий погиб. Шестеро получили ранения за минувшие сутки на Донбассе. Об этом сообщает штаб АТО. В Луганской области боевики режим тишины нарушали четыре раза в Новоалександровке. На Донецком направлении силы АТО под огнем оккупантов оказались 16 раз. Самые активные бои происходили в Авдеевской промзоне. Неспокойно было и на участке фронта Зайцево-Торецкой, и в Каменке. Тяжелое оружие не применялось. На Мариупольском направлении спокойных участков нет. Окупанты нарушали режим тишины практически на всех ключевых пунктах обороны сил АТО. От Марьинки до Широкина. Враг использовал только стрелковое оружие. В Гранитном и Чермалыке стреляли снайперы боевиков. Всего за минувшие сутки на Мариупольском направлении произошло 10 вражеских обстрелов. Зафиксирован полет вражеского беспилотника. Двое украинцев, Владимир Жемчугов и Юрий Супрун, освобождены из плена боевиков. Об этом сообщил президент Украины. Освобожденным предоставят необходимую медпомощь. Петр Порошенко заявил, что власть продолжает бороться за освобождение всех украинцев. Жемчугов находился в плену боевиков с конца сентября 2015-го. Когда начались военные действия на Донбассе, он вывез из Красного Луча близких. Позже привозил продукты и лекарства. Случайно подорвался на растяжке. Получил тяжелые травмы глаз. Ему оторвало руки. Владимир пытался покончить с собой, хотел броситься под машину на дороге, но попал в руки боевиков. Они обвинили его в подрыве с железнодорожных путей и линии электропередач. Юрий Супрун, представитель ООН. Его боевики задержали якобы за шпионство весной 2016-го года. О судьбе Эльми Умерова говорили Петр Порошенко и Ангела Меркель. В телефонном разговоре президент Украины попросил канцлера Германии предоставить заместителю главы Меджлиса возможность лечения в Германии. Собеседники обсудили ситуацию с безопасностью на Донбассе и договорились продолжить координировать усилия для выполнения Москвой минских договоренностей. Сегодня в Украине отмечают День спасателя. Представители этой опасной и чрезвычайно важной профессии поздравил президент Украины. Он отметил, их работу можно сравнить только со службой украинских военных, которые каждый день рискуют жизнью на фронте. Вместе с нашими защитниками спасатели разминируют территории на Донбассе, эвакуируют мирных жителей из зон боевых действий, помогают раненым. Глава государства поблагодарил их за ежедневное мужество, наградил лучших и вручил ключи от квартир. Также пообещал повысить заработную плату и передать службе еще 100 новых пожарных машин. Кроме этого, Петр Порошенко сообщил, что подписал указ о новой символике госслужбы по чрезвычайным ситуациям. И это только начало. Впереди существенные изменения внутри службы. Пожарный инспектор не должен наводить ужас на предпринимателей. Он должен спасать жизни людей. Я думаю, что ни один собственник предприятия не хочет, чтобы оно сгорело, а значит готов проявить собственную ответственность и за сохранение жизни работников и своей собственности. Только что я ознакомился с новой системой профилактики и предупреждения чрезвычайных ситуаций, которая предусматривает, что в дальнейшем будут контролироваться только предприятия высокой зоны риска. Презентация нового самолета Ан-178, открытие первой выставки двигателей самолетов и первый раскрашенный лайнер. Так встретил гостей авиационный фестиваль Украины. Посетители смогут увидеть не только новинки, но и пощупать историю. Ведь здесь представлены самолеты, которые в разные времена бороздили небеса Украины. Можно даже побывать в президентском самолете. На праздники авиаторов побывала Алена Клюску. Железную птицу Ан-178 впервые представили украинской публике. Проектировать ее начали в 2010 году. Сейчас самолет проходит летное испытание. Но уже успел побывать на лондонском авиафестивале Фарнборо-2016. Там после демонстрационных полетов получил хорошие отзывы международных экспертов. Грузоподъемность Ан-178 более 16 тонн. Перевозить он будет военные грузы. Как только воздушный грузовик пройдет все испытания, его поставят на серийное производство. Самолет боевой находится в своем классе. И он пока уверенно держит линию на свою реализацию. Он может практически перевозить и десантировать грузы, те, которые на сегодняшний день находятся на вооружении практически всех Министерств обороны для этого класса самолета. И второе, что он по своей технико-экономическим показателям топливных эффективностей, весовой отдачи. Он очень экономичный. А этого разноцветного красавчика зовут Ту-134. Это самый большой раскрашенный самолет в Украине. Разрисовал его художник Андрей Ковтун. На работу ушло 7 дней. Говорит, узнал о том, что самолет нуждается в реставрации. Однако пришла идея одеть его не в серый костюм, а в необычное яркое одеяние. Когда-то давно я прогуливался музеем и заметил, что стоит Ту-134, который в музее не было финансово реставрировать. Я напрямую обратился к работникам музея с идеей сделать индивидуальный проект по поводу этого самолета, рисования. Я больше опирался на то, какие есть плоскостя для рисования. Очень достаточно сложный объект визуально. И сложно сразу дать какой-то результат. Я переделал эскиз трижды. А это самолет-фотограф Ан-30. На нем Владислав летает более 15 лет. Предназначена такая железная птица для наблюдения и аэрофотосъемки. Благодаря его работе составляют карты. Это как бы самый мирный самолет. У него вооружения как такового нет. Плюс мы много таких задач выполняем по аэрофотосъемке. Когда-то мы карту Киева делали. Ну, с ним заказы были такие. Были заказы. Когда надо было снять чернобыльский этот сарафаг, ну, выполняли работу. То есть надо было отчет, как его сделали. То есть много таких вот задач. Для тех, кто хочет узнать, как же летают президенты, распахнул двери вот этот Ту-134. На нем в свое время совершали воздушные вояжи главы Украины Леонид Кравчук и Леонид Кучма. В 1980-м во время Олимпиады он перевозил министров и дипломатов дружественных стран. Построен в 1979 году и служил до 2012-го. За 33 года работы лайнер совершил 16 тысяч взлетов и посадок. Сейчас он стал экспонатом в Государственном музее авиации. В 2014-го года, в декабре месяце, его перевезли из Борисполя в музей. И открыли его в музее в октябре 2015-го года. Ну, и с тех пор уже просмотр проходит. Ну, так люди довольны. В целом посетителей авиафестиваля смогут увидеть 70 самолетов и вертолетов. Не забыли здесь и о сердцах стальных птиц, пламенных моторах. Открыли целую выставку. На ней представлены двигатели всех классов. Есть даже от кукурузников и истребителей Второй мировой войны. Изюминка коллекции – самый старый двигатель «Гном Рон» 1915-го года. Крепился он к винту самолета. Самолет невозможен без двигателя, потому что двигатель – это сердце самолета. Мы представили двигатели всех типов. Поршневые двигатели, турбореактивные, двухконтурные турбовентиляторные, вспомогательные силовые установки. Авиафестиваль в Киеве проходит в Украине с 2013-го года. За это время мероприятие посетило более 110 тысяч человек. Традиционное место его проведения – Государственный музей авиации. Алена Клюско, Тимофей Сорокин, UATV. Эпатаж и кураж Гогольфеста. В Киеве открылся девятый международный фестиваль современного искусства «Гогольфест». Тема этого года – миф о Вавилоне в привязке к современности. Зрителей удивили новым творением чародея современного театра Влада Троицкого, перформансом «Шоу В». Показали почти детективную историю о том, как строилась Вавилонская башня и почему она рухнула. Перформанс соединил в себе элементы цирка, оперы, театра, кукол, медиа-арты и музыки. Фестиваль в этом году стал вкуснее в буквальном смысле, ведь организацией фудкортов занимаются создатели фестиваля уличной еды. Также здесь проходит самая большая киевская барахолка «Кураж Базар». Люди на самом деле жаждут честности и правды, и на самом деле любви. Поэтому, если ты честен перед собой, перед небом и перед людьми, ну вот ваша и встреча. Прощаюсь до следующего выпуска. ЮЭТВ всегда рядом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова